Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семен и Чемоданах. С вами я, Славян. Мы в полном составе, продолжаем путешествовать по Турции, изучать ее места. Если впервые попали на наш канал, то обязательно посмотрите все видеоролики, потому что там очень много интересного и очень много полезной информации. Даже есть такая, как мы подавали на ВНЖ, что для этого требовалось, сколько это стоило и так далее и тому подобное. Плейлист называется Турция 2022. Мы отлично провели несколько дней в Фитхее. Но мы здесь и остаемся. Но сегодня в этом видеоролике мы отправимся чуть в город по соседству. По-моему, он вот здесь вот где-то находится за горой. Называется Алю Денис. Вы даже не представляете, какие красоты нас ждут. Мы очень давно туда хотели съездить, погулять. Там шикарнейший пляж, там даже есть, по-моему, канатная дорога. В этом выпуске нас ждет невероятный контент, который обязательно поддержите лайком. Продолжаем путешествовать на машине. Забегая вперед, сразу отвечу. Сейчас тепло, днем 25-27 градусов. Ночь температура падает до 15-17, поэтому спать по-прежнему тоже тепло. Поддерживайте лайком. Обязательно подпишитесь на канал, если этого не делали. И погнали в новый выпуск. Какая у нас пицца подъехала. Вроде какая-то настоящая итальянская пицца из печи. Нам сегодня еще предстоит, значит, поменять этот баллон. Посмотрим, как это все происходит и посмотрим, сколько стоит. Потому что у нас закончился, и мы даже включили нашу маленькую плиточку. А также сегодня еще нужно будет заправить машину. Мы стояли вот так вот в три экипажа. Был еще четвертый экипаж. Но они сегодня уже уехали. Возможно, мы сегодня с ними там встретимся, в Ульдменисе. Ребята из нашего любимого Геленджика. Ребята из Калининграда, которые объехали всю Европу. У них дом на швейцарских номерах. Ну и, собственно, мы. Ну, первым делом мы заехали на заправку на BP. Топливо здесь 26,78. Здесь тема следующая. Говорил уже в принципе в выпусках, но для новеньких, так сказать, здесь никуда ходить в кассу не надо. Просто дал деньги, сам заправщик тебя заправляет. А ты просто ждешь. Неделю пролежал компьютер в сервисе. В итоге я забрал. Ну и следующий момент, который нам нужно сделать, это газ. Надеюсь, что здесь будут. Ну, судя по баллонам, вроде есть. У меня получилось это сделать, ребятки. И поменял я баллон. Стоит это все делать всего лишь 55 лир. Представляете, вам дают 5 литров газа за 55. Так что я обязательно всем рекомендую, кто хочет путешествовать и не тратить деньги на туристические баллоны. Едем мы, кстати, опять кортеджем. Мы, собственно, впереди автодом. Это вот ребята с Калининграда Антон. И впереди Мэрс Геленджикский от Серега. Вот так вот путешествуем. Ну, где бы мы ни остановились, всегда есть классная компания. Перед тем, как мы с вами продолжим, я хочу вас познакомить с сайтом, который называется Суточно.ру. На Суточно.ру вы сможете найти себе жилье по вашему бюджету. Пока мы путешествовали по России, мы постоянно пользовались этим приложением. Ну и, собственно, часто его рекомендовали, оставляли всегда ссылочку в описании. На днях я узнал, что Суточно.ру работает не только на территории России, а по всему миру. Да, там не так много объектов, которые можно посмотреть и арендовать, но там есть дельные. И, например, в Алании можно снять квартиру за 2000 в сутки в самом центре. Достаточно неплохой вариант. Также на Суточно.ру есть фильтрация. Вы можете отфильтровать по цене, по рейтингам, по отзывам, по городам и по районам. И подобрать себе то, которое вам нравится. Еще на Суточно.ру есть отзывы у каждого жилья. А, нереально, естественно. А еще на Суточно.ру есть статусы суперхозяев. Это, на самом деле, очень важно. Мы именно такие квартиры обычно и выбираем. Эти статусы вызывают к себе больше доверия. И это значит, что хозяин квартиры, либо каких-либо апартаментов, он очень качественно подходит к задаче своего жилья. Очень важный фактор это тот, что на Суточно.ру вы можете оплатить российской картой любого банка. Я ссылочку оставлю в описании. Обязательно переходите и пользуйтесь для того, чтобы еще выгоднее забронировать. Но еще помните, что пользоваться Суточно.ру можно не только на территории России, а по всему миру. А еще бронируя жилье через Суточно.ру, вы получаете кэшбэки до 30%. Ссылка там. Переходите и путешествуйте с удовольствием и с легкостью. В Алюденизе есть канатная дорога, про которую я говорил. Вот по горе она идет и вон туда, вон туда, на самую вершину. Я думаю, что нужно будет однозначно раскошелиться и подняться на эти смотровые площадки. Посмотрите, какие виды у нас впереди. Я так вообще понял, что здесь летают парапланиристы. Здесь прям такая основная площадка, где можно пройти обучение. Слева горы, да. Они летают внизу. Вот они, видите, порхают, как бабочки. А мы, получается, сначала поднимались в горы, а теперь спускаемся с этих гор к берегу. Мы, в принципе, спустились с горы, и здесь вот началась такая инфраструктура, кафешки, магазины А101. Здесь же где-то есть Мигрос, собственно, в котором мы чаще всего покупаем рекламу всяких прогулок, экскурсий. Надо посмотреть, что здесь можно посмотреть. Горы великолепные, и мы едем куда-нибудь вставать. А, вот Мигрос. Здесь такая узкая дорога. Вообще, ребята на таком здоровенном доме... Ой, бля, что это было? Ой-ой-ой. Так. Давай-давай, проходи. Ищем мы, где нам припарковаться. В общем, ребята остались там. Я поехал, да, кстати, на разведку посмотреть. Вот здесь есть въезд на парковку к этому самому лучшему, так называемому пляжу. Стоимость 70 лир в день. Но они в 7 вечера уже закрываются и всех выгоняют. Можно встать вон там, вот на полосе. Вот здесь вот. Там стоимость ночевки составит 30 лир. Но сейчас еще попробуем проехать по берегу. Они стоят там, а я езжу, в общем, ищу парковки. Есть вот такой вот вариант. Но тоже с вами поделюсь. Стоит небольшой автодом. Здесь подъем. И панорамный вид на пляже Алидениса. Вот такая вот красота. Красота. Вы не поверите, мы тыкались, тыкались, мыкались, мыкались. И даже уже на самом деле расстроились. И думали, поедем туда к ребятам. Но получилось, нет. Мы все-таки нашли место, где, посмотрите, как мы очень круто встали под сосной. Здесь огромное количество автодомов. И самое главное, что стоят прям все вот так вот на пляже. Прикиньте, у нас уже дело к закату. Красота. Здесь самое интересное. Прямо сюда приземляются парапланилисты. И вот сейчас как раз и для вас сделают этот кны крутейший просто кадр. Вон малыши мои бегают. И вот чувак приземляется. Вообще кайф, а, смотрите. Хуй зацепил, прикиньте. Ничего себе. Вот это да. Откуда-то он там с высоты, две с чем-то, они начинают свои полеты. Ну, очень круто. Ладно, про место, как говорится, кто из-за себя найдет. Есть, кстати, душ и туалет. Это тоже очень круто. Ну вот. И ребята подтягиваются. Сейчас мы тут, короче, все красиво сделаем. А сколько оплата? Нисколько. Ну, это шикарное место. Ништяк? Вообще. Чего там это приложение? Давай. Вот так вот будем стоять в три экипажа снова, только с видом гораздо-гораздо лучше. У нас прекраснейший закат. Все ребята припарковались. И, конечно же, мы все спешим, потому что давно, очень давно такого не было, чтобы мы вот так вот сидели на пляже на белом песочке и провожали солнышко. Смотрите, вот он пляж, атмосфера и закат. Ребята, солнце, невероятные краски. Просто. Такая красотища. Да, Настенка? Смотрите, какие горы. Вау, вау, вау. вечерняя купалка на закате все как мы с вами любим вообще обязательно она теплая посмотрите какой цвет воды невероятно какая вода это нереально я плыву сейчас глаза это просто сказка о я надеюсь меня вода настолько прозрачная у вас и и теплая я обожаю купалку на закате никого кроме нас да только зрителей только вы и вы только 30 человек за экраном и около 30 на берегу суши вот и когда солнце вот в эту сторону фух нереальный цвет прикиньте ноябрь мы купаемся и у нас тепло это к тому что многие пишут да как же там же уже похолодание не все хорошо смотрите мы короче ужинаем и пришли опять дикие кабаны прямо 5 стая вот 33 побежал видите здоровенный такой здоровенный то все собаки подняли бунт они вот тут вот в траве получаются кушают у детей говорю парни вы чего не побегут мало не покажется да не видите вот вот просто подстая кушает смотрите 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 бежит 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 смотрите какой брить и здоровенный стой я думаю кто это может кого ты там снимаешь на ничего не видно 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 будет на этом на монтаже иди сделай экшен стой тут блин ты чё родион моритки здоровый обалдеть надеюсь короче видно вы тут местные их видимо камнями начали швырять и погнали их он целая стая ваще игру еду прям за ними а ей так он встал быстро в машина светло у кишу 30-ти здоровенный обалдеть раз пришли о ты что не смотри на меня так вот это да вот дальние фонари вот это прикольно вот это я понимаю это понимаю фонарь а чё это не вот это вообще здоровенный а а а а а а а У нас утро, и оно прекрасное. Во-первых, сегодня была самая теплая ночь, которая была вообще у нас в начале ноября, наверное, даже в конце октября. На улице даже не было росы, то есть мы сегодня проснулись, стол сухой, и это круто. И спать было очень-очень тепло. Я первым делом пришел на пляж, и вы знаете, я думал, что я один, но нет. Вот, здесь на самом деле очень тихо и спокойно. Да, здесь я один, но вон там вот есть человек прямо в море, и он купается на рассвете. Красавчик, вот красавчик прямо. А вот если посмотреть чуть-чуть выше на небо, то у нас луна, и у нас полнолуние, и она красивая-красивая. Море спокойное. Смотрите, как здесь здорово. Ааа, кайф. Ну, пойдемте скажем, доброе утро морю, и надо идти завтракать. Какой класс, а. Здравствуй, море. Мы давно не виделись, буквально вчера. Какой цвет воды средиземочка. Точнее, нет, это не средиземочка. Привык средиземочки. Это и гейство море. О, кстати, посмотрите, там солнце уже все светило. А у нас пока нет. Не знаю, когда оно выйдет. Горы высокие. На утро у нас сегодня рисовая каша, нам с Настенкой кофе. А еще я решил сделать, попробовать, точнее, такую перестановку. В принципе, вот так вот вверх матраса мы всегда загибали, чтобы здесь получалась большая такая рабочая зона на кухне. А в салоне мы решили сделать тоже вот так вот, так как детей много, Темке надо заниматься. Софа уходит, дом закрывается, а Темка, получается, на улице и как бы выдергает. Вчера пробовали вот так заниматься, и Темка не отвлекался, и все были довольно спокойны. Поэтому сегодня также часть матраса убираем, стол раскладываем, и вот у него будет рабочее место, а здесь будет мое. Ну и, как всегда, возле нас тут детская тусовка, завтрак, наобщак. Вот это сон! Можно позавидовать. Ты с детей? Да, какой кайф купаться. В ноябре еще и с утреца заряд энергии на целый день. Красота. С самого утра, с 9 утра уже начали летать паропланеристы. Огромное-огромное количество. Тоже заберемся туда обязательно на эту гору. Точнее, не на вот эту, а на следующую, которая высокая, 2 с копейками. А пока пойдем купаться. Я, Галя, поплыл, плаву в Галю. Чистая-чистая-чистая вода. А мы идем по шумачкам, а я иду. Ну, а мы по традиции ныряем и плывем. Какой кайф, а! Фух, надеюсь, меня слышно. Невероятно. Какой у моря цвет. Фух. Ну, давайте еще раз попробуем. О, кстати, смотрите, вот, приземлился прямо на набережную. О, Настенка. Опа. Ух. Да, нету, да. Ныряй меня. Давай, ныряй, плыви на меня. Давай, давай. Не ныряй. Давай. А, не хочешь? Не. А, ты хочешь меня под воду? Да. Плыви на меня. Давай, раз, два, три. Давай. Давай. Че? В горло попал в боль. Ой, круто, короче. Вообще обалденная вода. Ну, соленая, я забыла, что прямо... Так, я сам глаза открыл, и это, щиплет глаза теперь. Вообще, ну... Так, ладно, еще раз меряем. Либо да, вообще кайфер. На месте. Ух. 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 Вода видела. На обед заскочили здесь в ресторанчик. Мы, получается, прямо вот тут вот стоим. Вот, в этих кустах. И здесь сразу есть ресторанчик. Ну, плюс-минус цены нормальные. Вот. Чикс. И вот вторая сторона. Так, нам вот принесли пиццу. Такая она, конечно, очень маленькая. Пирог выглядит. Большая сторона. Так, суп. И чаек. Ну, а счет вышел на 245. 265, да? Да. А, кстати, 10. Вот сидим, никому не мешаем. В итоге я глаз поворачиваю. И вот снова они. Вот. Вот снова. Вот снова вот этот человек. Вот идет вот этот вот. Здорово. Нормально? А, камеры тоже хватает. Что, я не знаю, что еще вот сюда загонять? Так вот, дружненько снова закат. Провожаем солнце. Ну, вот долгожданная встреча детворых. Вот так вот. Ты ей шею сломаешь, Родион. Ты ей шею сломаешь, Родион. Когда приехали? Вот так вот. Невероятная кисталь. С нами даже фотограф. Представляете, как здорово. Вот так вот. На стенке фоточки будут. В телеграме, как всегда. У нас вчера не получилось подняться на гору, потому что мы пока собрались, пока покупались, пока туда, пока сюда. В итоге время уже было чуть больше обеда, и нам сказали здесь ребята, что нет смысла подниматься, потому что до закрытия верхней канатки осталось 40 минут, поэтому мы не стали рисковать. И отправляемся сегодня утром все вместе. Все, кто с нами здесь ночует, будут подниматься. Ребята Влада и Дашка уже уехали, мы вот чуть припозднились. Кто-то пошел еще купаться. Антоха, по-моему, купается. Вот, и будем уже отправляться туда. Сейчас ребята отъезжают. Ребята отъезжают, и мы выезжаем. Здесь парковка. Она платная. Сейчас узнаем, сколько стоит. Здесь, кстати, есть на такси, например, добираться. Вот есть банка на дереве, и можно уехать на такси. Так, один час, два часа, двадцать четыре часа, три часа. Короче, двадцать четыре часа стоит 50 лир. Три часа стоит 30 лир. Ну, 50 будем платить, да? Все, Родик Мирон спит. Взяли вот такой вот парковочный билет. Сколько будет стоить, покажу чуть позже. Мы уже стоим на парковке минут 10, потому что вот этот вот человек, он самый медленный. Да? Да ладно вы, где? Подожди, подожди. Заново, заново. Анатолий Капушин. Жду их уже два часа. Конечно. Ну, ребята, ну сколько можно-то? Антон Капушин его померил. Вот, 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 я тоже так думаю. Здравствуйте, вы на канале Антона Капуши. Мы едем на подъемнике с вами. Я вас научу собираться очень быстро, да? Мы сейчас в парковке, и здесь сразу предоставляется бесплатный трансфер до канатной дороги. Посмотрите, мы вот так вот все сели. Гребен там. Вы поняли. Я первый раз, по-моему, в жизни на этом езжу. Мирошка у нас спит. И мы, как говорится, по-моему, заставим. Все, мы приехали. И сразу проходим в кассы покупать билеты. По цене. Дети бесплатно. А для нас на взрослых по 170 билет. Вот, ну, сейчас дают билетики. Ага, спасибо большое. Вот так это выглядит. Все, идем. Тут, в общем, контроль. Ставим сумки. Сюда, кстати, нельзя дроны. Сразу просветят. О, доходите. Так. Я услышал сразу дрон. Да, да, да. Дрон, дрон, дрон. Да, да, сразу. Начинается экскалатор. Сейчас был прикол. Я говорил вам про то, что дроны нельзя. И они сразу подняли панику и начали... У нас всех просто прошмонали, все портфели вывернули. И у Сереги даже чуть не забрали лимонады для детей. Типа алкоголь, алкоголь. Вот. Мы не все в одной кабинке. Не, я не хочу с вами ехать. Все. Дверка закрылась и начинается подъем. По информации, смотрите, 10 человек максимум, 800 килограмм. И кабинки швейцарские. И что, начался подъем. Все, мы поднимаемся. Подъем достаточно резкий. О, какие виды открываются. И это только начало. Так, еще немного вида из кабинки. А потом будем смотреть уже сверху острова. И вот он и косарь. Типа самый лучший пляж, который поделись еще выше. Даже Калининград видно. Нифига себе, правда, Калининград видно. Правда, правда? Да. Подъезжаем на пересадку. Здесь можете тоже погулять. Здесь есть прикольный ресторан. Смотрите, с какой смотровой и с какими видами. Все, сейчас будем выходить. 1200 метров по бодаку. Мы на месте. Отходите, отходите, отходите от края. Миробам. Так, нам куда? Нам сюда. Посмотрите, какие виды. Мы на первой смотровой точке. Немножко, конечно, закрывают этот спуск. Ту косу и эту красоту. Прекрасно. Сейчас отсюда будут парни взлетать. Или как это правильно называется в парапланетарном спорте. Взлетают или разбегаются. Или что они, в общем, будут делать. Садятся в специально такие сумки. Так, сейчас попробуем подснять этот момент. Все, погнал. Разбегается, разбегается, разбегается. И просто пропасть. Самостоятельный прыжок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Слушайте, я даже сейчас смотрю и просто думаю... О-о-о, да-да-да. Вот красавчики. Они поднимаются здесь на высоту. Могут взлететь на высоту. Три с половиной тысячи метров. А вчера разговаривали с парнем, который отсюда долетал до Анталии. Представляете? Для прыжков. Здесь все так очень цивиленько, все чистенько. Есть туалеты, есть даже детские комнаты. Вот целый холл. И мы сейчас отправляемся чуть выше, чтобы подняться уже на высоту 1700. Кабинки, которые поднимают туда выше, ходят по расписанию. Следующее отправление в 12.00. Поэтому мы сейчас пока здесь погуляем и будем отправляться туда. Ресторан, который называется 1200 Раким. Раким это, наверное, метров. Я так понимаю. Панорама, конечно, здесь очень крутая. Но хочется туда повыше. Там дальше, выше еще одна будет пересадка. Какой-то автобус, что ли, возит. Не пойму. Мы пойдемте посмотрим. Оп. Ой, какой красивый. Но такой пустой. Так, вегетарианцам не смотреть. Да. Слушайте, какой крутой. Вот это я понимаю. Но, конечно, большинство людей выбирают сидеть, конечно же, на свежем воздухе. На террасе. Потому что именно с террасы открывается вид. Просто отвал башки. Да. Такая с мировой. Невероятно. Ну, здесь можно посидеть, попить чаечек, покушать. Мы здесь, естественно, нашли ресторанчик, чтобы попить чаечек. С таким, конечно же, прекрасным-прекрасным видом. Невероятная красота. Чем мы только не занимаемся, пока ждем, когда приедет кабинка. Здесь всего лишь три кабинки. Интервал долгий. Но все три кабинки уехали. Но он сказал, что еще будет одна. Сели и начинаем подниматься. Пойдемте наслаждаться красотой с высоты 1700 метров над уровнем... Хотел сказать снова о Средиземном. Моря нет Игейского. Постоянно забываю, что мы уже на Игейском берегу. Оу, вот это да. Первые наикрутейшие виды. Ресторан. Вот она, самая крутая основная взлетная площадка. Откуда и взлетают все парапланиристы. Пожалуйста. Вот он кадр. Все. И пошел. Ууу. Свобода. Вот она, свобода. Как это профессионал. Да, тут интереснее спускаться. Ха-ха-ха. Да, внизу. Там ты лимбер прилегает. Вот это да. Здесь также есть указатели, что куда идти. Здесь также можно подняться еще чуть-чуть повыше, пожалуйста. 1800 уже метров. Есть скульптуры горных козлов-баранов. И есть даже вот автобус. Ничего себе, какой сюда забрался. Ну, видимо, как-то, наверное, можно. Круговые панорамы. Невероятная красота. О, Господи, как же мы любим горы. Горы, море, сочетание всего вот этого, это просто крутяк. А вот, пожалуйста, видимо, тропа 1969 метров, 25 минут, 1800, 9 минут, 500 метров. Вот, можно спокойно взять, пройти с ногами, 1800, 1936. Вот они. А там уже снежные горы, видите? Макушки снежных горов. Фитхье, пожалуйста. Как на ладони. Вот это я понимаю. И здесь есть мост, где можно наблюдать, как отправляется в свое воздушное путешествие. Планеристы. Один за одним они уходят, летают целый день. Собственно, вы уже суши видели, как это выглядит, приземление. Вот, пожалуйста, здесь даже есть стеклянный мост. Смотрите, как прикольно это смотрится. Ну, собственно, вот они отсюда и взлетают. Главная взлетная площадка. Красавцы. Надо от солнца уйти. Я за вас пойду, мам, мам. Ну, тут удобнее. Все, погнал. Да, здесь удобнее гораздо. Так, а вот прыжок с инструктором сейчас будет. Думаю. Оп, пошел. Такой кипиш там, увидели? Ну, да, да, что-то у них там. Что-то они там заволновались. Все равно ответственность такая не там. Здесь, конечно, безумно красиво. Обязательно, если вдруг будете в этих краях, обязательно посетите это место. Стоит, ну, по сути, копейки, но вы такой заряд испытаете невероятной красоты. Так что обязательно заезжайте. Я думаю, что в сезон здесь работают эти как раз рестораны. Видите, здесь он уже закрыт. Здесь очень крутые смотровые площадки. Сейчас мы с вами туда дойдем, встанем прямо на уголок и насладимся видом. Ну что, вы готовы? Смотрите. Вон она коса, острова, горы, горы, горы. Красотища. А вот здесь вот видна как раз долина бабочек. Там мы тоже хотим доехать. Там, возможно, как-то спуститься, либо вот сюда подъехать прямо на машине и насладиться видами. Хотя и отсюда виды просто бомба. Мы все дружненько решили попробовать дойти до самой-самой вершины. Минут 25 будет подъем. Ну, посмотрим, дойдем ли. Да, Мирошка? Все, пошли скорее загонять. Как я понимаю, нам сначала нужно вот на эту смотровую, а потом мы пойдем вот сюда, на самый верх. Надеюсь, получится. Мы еще с собой не взяли коляску. Вот здесь можно было бы его вообще в целом покатить. Но придется идти очень медленно, учитывая, что он поднимается и сразу убегает. Мироша, пошли. Мироша. Мирончик, пойдем скорее. Мирончик, пойдем, зайчик. Пойдем, 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 пойдем. Дети очень медленно шли. В итоге Серега кричит, дети, кому сок? Все такие, мне. Нет, они начали к нему идти, а Серега резко убежал. Давайте, давайте, сок надо заработать. Сок в стекле. Давайте, давайте. Я не играю. Как это? Значит, ты сок не пьешь? А, нет. Это все правильно, нужно мокировать. Мы добрались до 1800. Вот тут вот есть смотровая площадка. Но мы все дружно решили, что нет, 1800 это не предел. Зачем вам 1800, когда есть 1900? Поэтому выдвигаемся в 1900. Мы сейчас попали на точку, где открываются крутые виды. Это еще не самый пик, куда мы идем. Но посмотрите. Продолжение и виды. Машина, отходите скорее. И посмотрите, мы даже выше облаков уже некоторых. Какая долина, какие скалы. И вон там вот на плато даже живут люди. Сам спаситель к нам приехал. Мы так рады. Посмотрите, нас сейчас довезут. Вот так вот. Красота. Нам повезло. Нас чуть-чуть подбросят. Мы подбираем еще людей. Так, залетайте. Все так рады. Все, выходим. Здесь стоят лежаки, я даже уже увидел. Бай-бай. Дай пять. Куда мы попали? Вы даже не представляете, сколько бы мы еще шли. Но этот чувак, он просто спаситель. Похоже, мужик на тебя с таким же лихом, я думал, вот так уже. Смотрите, как красиво. Лежаки. Какой здесь воздух. Мирошка начал чихать сразу. Вау, 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 вау. Это что-то невероятное. Посмотрите, мы выше облаков. И можно подняться прямо на самый-самый пик. Вот, на смотровая. Это 1936 как раз. А можно просто вот здесь вот посидеть. Детям раздают заслужившие соки. Никто из детишек не ныл. Хотя им было очень сложно. Красота. Все наши остались там. Мы только с Антохой двигаемся. Не выдержали? Не выдержали, отдыхают, кушают батончики, пьют соки. В общем, делают перекус. А мы решили все-таки подняться на самый верх. Чтобы показать вам эту красоту. С самого верха. И показать действительно все виды, которые отсюда открываются. Бабочкина долина. Или, правильно, долина бабочек. Это вот этот, где кемпер, да? Да, и вниз туда. Это и есть долина. И отсюда, вот, пожалуйста. Нас уже накрывают облака. 1936 метров мы сейчас вместе с вами находимся. Вот, кстати, указать 1900. Но считается, как вроде как 1936. Вот это. Там бухта. Вот она. Туда долина бабочек. Там есть еще домики. Ну и все, закрыли облака. Ну, в принципе, можно дойти до облаков. Город такая история. Чуть-чуть погода испортилась. Может накрыть такой туман. Облака. И попадешь вот в такие серые-серые тучи. Но отчасти это, на самом деле, тоже местами, конечно, прикольно. Ну, в целом, здесь, видите, можно спокойно на колясках. Здесь все оборудовано, предусмотрено. Круто, что уже не сезон. Я думаю, что в сезон здесь так много всех. Ну, вот, пожалуйста, видно. Фитхе. Еще выше. Еще выше, выше и выше. Ух, и прям облако смачное. Идет прямо на нас. Ой, ребятки, какие-то виды. Этот выпуск точно заслуживает от вас лайком, комментарии. И, конечно же, репосты. Сто, сто процентов. Так что не пожалеете. Посмотрите, мы словно на косе стоим. У нас здесь море. Здесь тоже море. Горы слева, горы справа. Идут невероятные виды. Это что-то нереальнейшее. Огромный столб, не знаю. Это, наверное, флаг какой-то вешают, судя по канату, который натянут. Ну, и, конечно, вот эта облачная стена нам закрывает весь вид. А так отсюда можно было бы насладиться просто невероятной красотой. Вот, пожалуйста. Там виднеется пляжик, где, собственно, мы стоим. Понаслаждайтесь, ребята, понаслаждайтесь. Да. Эту канатку уже облако накрыло. Невероятная точка. Обалдеть. Как вы поняли, нас снова довелся этот добрый, хороший человек. За что его? Раз, два, три. Тащикулей! 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 Ура! 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 Вот такой город Альбинис. Пишите свои комментарии. Ставьте лайки обязательно Если не сложно, то поделитесь Своей социальной сети этим видеороликом Помогите его распространить Мне кажется, что здесь должен побывать Точно каждый Ну а если нет возможности приехать Хотя бы насладиться этими крутыми видами через экраны И еще помните, что самые важные ссылочки Есть в описании к этому видеоролику Так что туда тоже загляните Я буду с вами прощаться Увидимся с вами в новом видеоролике В новом городе Турции Пока Продолжение следует...